Итак, в рамках данного видеоролика я бы хотел рассмотреть общую ситуацию некоторых наших подписчиков, которые любезно поделились историей на рынке. Я бы назвал этот видеоролик следующим образом. Потерял все деньги и не знаю, как жить дальше. Хотел бы зачитать вам эти два письма от двух людей, естественно, в правах анонимности. Михайлович, здравствуй. Попал я в странно-непривычную для себя ситуацию и пишу, чтобы узнать твое мнение. Если это возможно, я тебе ответ на вопрос, это я чудак или мир так устроен. Ситуация со мной приключилась в следующую. Увидел в австрийском Райфайзене банке акцию, в которой говорил, что банк удвоит из своего кармана пожертвования в российский благотворитель фонда до 25 декабря. Я восхитился этой идеей и открыл брокс счет в российском госбанке Тинькофф на сумму 370 тысяч рублей. Только небольшое примечание. Тинькофф это частный банк, а не государственный. И ни одного государственного банка в Российской Федерации нет. Это все банки частные, но топ-10 банков, Завербанк, ВТБ, Тинькофф, МКБ, Промсвязьбанк и прочие еще 6 банков из топ-10 банков. Это банки с крупным акционерным государственным капиталом. Но они ни в коем случае не государственные. Это подчеркиваю. Набрал позицию с плечом 1,3 миллиона рублей, рассчитанное на то, что перенесся на выходные, я разгружу плечи в понедельник, 18 сентября, а потом уйдем в коррекцию. Но в понедельник я не смог получить доступ к счету, потому что из технической ошибки они его потеряли. Но поспешил успокоить, что меня по записям видно, что я открывал, и что он никуда не делся, и у депозитария запись по-любому осталась. Я очень перенервничал, а мне по здоровью противопоказано рассеянный склероз. В итоге счет-то они нашли, только после того, как я обратился к юристам. Но вот только рынок уже ушел к коррекции на тот момент времени. Я потерял из-за этого около 30% от капитала, словив маржин кул. Я стал совсем плохо ходить из-за стресса. Вчера вывернул челюсть, приложившись на асфальт, запнувшись на бордюр. Как вишенка, они меня еще на 115 ФЗ повесили, не удают вводить больше 20 тысяч рублей в месяц. Просто пытаюсь понять, что я сделал не так, что оказалось, в этом всем имел ли смысл. Пытаться добиться проявлений через суд. Мои юристы слабые и тупо тянутся у меня деньги. Больно и обидно. Спасибо, Михаил, за деленное время. Но начну я с того, что если вы видите либо акции о том, что, мол, какие там австрийские, либо там прочие банки, роль не играет какие, готовы удовольствовать свои карманы пожертвования в прочие благотворительные фонды, это не более чем рекламный ход. Не более чем рекламный ход. Конечно, можно восхититься подобной идеей, естественно, и, будучи человеком высокой морали, повестись на подобные уловки. Но я вам скажу так, что ни один крупный капиталист ни в истории, и даже из эпохи в эпоху, никогда из своего кармана большие деньги не отчислял. Соответственно, набрав по одессе плечом 1-3 миллиона рублей, данный человек, автор этого письма, очень крупно рискнул. На самом деле, я противник плеч как таковых, я противник шартов как таковых, потому что это путь в бездну, это путь к маржин-колу, что впоследствии данный человек и словил. Как теперь с этой ситуацией сжиться, просто нужно пойти одну простую вещь. Коль вы такой урок негативный получили, и, будучи, когда вы упали лицом в грязь, нужно просто встать, оттряхнуться и пойти дальше. Просто принять этот урок как опыт. Я вам скажу больше, что когда со мной приключаются какие-либо негативные ситуации по жизни, а у меня негативные ситуации были-то и очень много раз в рамках моей истории, поверьте мне, я никогда не отчаивался, я просто понимал, что в этой жизни важен опыт, личный опыт, личная твоя история, которую в качестве уроков можно передавать уже своим последствиям потомкам. То есть делать их лучше, чем ты был до этого сам. Не чтобы они равнялись на тебя, а чтобы они были лучше. В этом высокая мораль и высокая ценность человеческих взаимоотношений. Поэтому я, уважаемый автор письма, я не буду ваше имя называть, но правоохранительность и все. Во-первых, я желаю вам чего? Того, чтобы вы, самое главное, успокоились. Это первое. Второе. Просто примите этот негативный урок как опыт. И просто учитывайте, что не надо ни в коем случае брать плечи. Мне вчера штурмовали, вот буквально 5 октября, в личку письма о том, что вот Михайлович, там я вошел в то-то-то-то-то, там зашортил капитально, взял вланги с плечи, с плечами. Что мне делать? Я в убытке. И, к сожалению, не все слышат мои слова, мои посылы о том, что не надо шортить, это во-первых. Во-вторых, не надо брать плечи. Мало кто меня слышит. Господа, прошу вас, пожалуйста, это запомнить. Еще раз. Не шортите, плечи не берите. В ситуации с данным человеком справедливость можно только получить через судебное, скорее всего, разбирательство. Потому что мы живем в рамках правового поля, в рамках правового государства. И, соответственно, все эти вопросы, с чем столкнулся наш читатель, подписчик, необходимо в рамках правового поля и решать. Ничего другого я, к сожалению, сказать больше не могу. Я просто желаю ему сил, терпения. Понимаю, что непростая жизненная ситуация. Но поверьте мне, уважаемый, с вами все будет хорошо. И потом вы эту же проблему, которую сейчас решаете, будете вспоминать с улыбкой на лице. Что вот, а, вот там лет 10 назад у меня была такая же проблема. Но я выигрывался. Я молодец. И вы будете в прямом смысле молодцом. Главное, браться терпения и затянуть по ту же пояс. По-другому никак. Второе письмо. Тоже право анонимности. Привет, Михайлович. В общем, моя история до ужаса банальна. Не знаю, правда, зачем я тебе жалюсь. Просто, наверное, ты мне близок по духу. Слушал тебя, торговал просто акциям. Капитал был немного, миллион двести тысяч. После бросил девушку. Да, может, и я был в этом виноват, не скрою. Я никак не мог с этим справиться. И правда не справился. Как думал, что я сделал? Я просто все просрал в казино. Еще и вдобавок полмиллиона взял кредит в банк, чтобы отыграться. Крыш, конечно, мне снесло не по-детски. В итоге миллион двести тысяч рублей нет. И есть кредит на пятьсот тысяч рублей. И я до сих пор отойти не могу от этого всего. И как восстановиться тоже не знаю. В общем, покажи мне своим примером, что с подобными вещами лучше не связываться. Точнее, покажи всем моим примером, что с подобными вещами лучше не связываться. Хотя, знаешь, Михайлович, я всегда презирал казино, да всевозможные финансовые пирамиды. Но что на меня так повлияло, я до сих пор не понял. Мозгами все понимал. Даже кричал вслух себе, остановись, хватит, но что-то случилось. И теперь это моя ноша. Потому что еще раз всем напомню, на всякий случай, что не казино, не какие-то там пирамидные проекты. Сигнал в Телеграме найдут, а все отберут. Не знаю. Может, просто выговориться захотел. Я оценю ваше откровение. Опять же, я не буду называть имя этого человека. Во-первых, смотрите, опять в чем проблема. Эта проблема коррелирует буквально с тем, что было в первом письме. Опять же, человек решил сыграть ва-банк. Человек решил взять на себя кредитные плечи. И в итоге, путем излишней азартности, он деньги потерял. На самом деле, все подобные истории, они вдоволь одинаковы. И я еще раз, господа, говорю. Торгуйте только на свои деньги. В первую очередь, соблюдайте риск менеджмент. Соблюдайте правила маневрового кэша. О чем я говорил неоднократно в «Основах биржевой торговли». Графа плейлисты в рамках нашего YouTube-канала. Плейлист «Основы биржевой торговли. Цикл суперобучающих видеороликов». Смотрите эти видеоролики. И самое главное, господа, сразу подчеркиваю. Цените то, что мы, группа каналов «Биржевик», для вас сделаем. Потому что то, что мы вам даем, это все стоит огромных денег. И я сторонник того, чтобы подобными материалами макроэкономического торгового формата делиться бесплатно. Чтобы у вас в последствии появлялось свое мировоззрение на дельные процессы в экономике и в рынках. А не покупать эти говно-околорыночные курсы по 100, по 200, по 300, по 500 тысяч рублей. Кормить этих инфо-цыган. Я против подобного, господа. Против подобного. Поэтому цените ровно то, что мы для вас делаем. Соответственно, что я могу сказать этим двум мужчинам. Во-первых, господа, примите это как опыт. Во-вторых, пока вы живы, вы можете эти вопросы решать. Пока вы живы, пока вы дышите, все у вас будет дальше хорошо, нормально, как должно быть. Самое главное, я еще раз всем говорю, не надо брать на себя шорты. Не надо брать на себя кредитные плечи. Не надо играть, сука, вабанк. Не надо играть в черный ящик. Так, я вас учу совершенно другим вещам, совершенно другим понятиям, совершенно другой стратегии, более безопасной для вас в первую очередь. И я надеюсь, что тот материал, который я озвучиваю, вы употребляете в рамках вашей единоличной торговой стратегии. Надеюсь, что я говорю это не вакуум, а именно вам, слушателям, которые это слушают. Поэтому, мужики, примите это как опыт, встаньте с этой грязи, оттряхнитесь и идите дальше. Потому что это еще не самое страшное, что в жизни происходит. Поверьте мне, это лишь небольшое препятствие к вашей глобальной цели. А какая цель у вас, это знает только вы сами. Я уверен, что у вас цель высокоморальная, высоконравственная, и вы к ней через тернии к звездам придете. Поэтому, господа, резюмирую. Наш YouTube-канал, графа плейлисты, плейлист основы биржевой торговли. 183 видеоролика, хронометраж уже на 5 дней, буквально где-то более 79 часов. Смотрите, развивайтесь, и все у вас будет хорошо. Главное, не надо осуществлять те шаблонные ошибки, которые осуществляют большинство. Не шортите, не лангуйте на плечи, торгуйте исключительно на свои деньги. Если у вас миллион, торгуйте до миллиона. Но, соблюдая правила маневрового кэша, о чем я еще раз говорил в основе биржевой торговли, вот в этом плейлисте, и соблюдая риск-менеджмент, если вы такие базовые правила соблюдать не будете, вы обосретесь. Поверьте мне, на своем опыте проверено. А если вы это все будете соблюдать, то поверьте, все будет с вами хорошо. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.